Привет друзья, с вами Варчик. Расскажу вам свое мнение про КВ-2 в этом видео. Поскольку слезы потекли рекой со всех щелей, слезы игроков на КВ-2, у которых КВ-2 умер. Что с ним произошло? После переделки фугасов КВ-2 наносит меньше урон фугасов в силуэт. Я на нем немного раньше играл, очень редко, но в целом там 50 боев у меня было на нем наиграно, какое-то впечатление про него у меня было сложено. Статистика на нем довольно таки неплохая, но танк мне никогда особо не нравился, поскольку у него был довольно таки дурной геймплей, который не относился вообще к игре никак. Есть танки с альфой, с большой, с повышенной, которые играют от своего альфа страйка. Выезжают за один раз или где-нибудь выжидают, выдают свою альфу и после этого они должны довольно таки значимый промежуток времени находиться в укрытии и ничего в этот момент делать не могут. Вот такой у них геймплей. У КВ-2 был следующий геймплей. Это геймплей не от альфы, это какой-то дурной геймплей в силуэт. Но теперь, после переделки фугасов, это просто танк с повышенной альфой. Соответственно с повышенной перезарядкой долгой, поскольку альфа большая и со всеми вытекающими плохая стабилизация, сведение и точность. Но зато большая альфа. Это просто танк с большой альфой. А был танк с большой альфой в силуэт куда попало. Но главное просто в силуэт хотя бы попасть. Вылетали такие неплохие циферки многим танкам, лишь бы попасть по 400, по 500. Ну там по разному, как повезет. Сейчас, если ты стреляешь во всякие стэшки и тяжи хоть с какой-нибудь броней, ты не увидишь ни 400, ни 500. 200, 300 плюс минус. Опять же, смотря куда попал. Если ватные танки, у которых брони мало, то конечно они пробиваются и получают на все лицо. Поэтому иногда хочется пострелять ББшками, но у ББшек пробитие тоже небольшое. Поэтому в бронированные танки стрелять неохота, а в полностью ватные можно в принципе и фугасом. Так что ББшки здесь на КВ-2 занимают такой небольшой промежуток между бронированными танками и полностью без брони. Есть небольшой промежуток, где есть смысл стрелять ББшками, поэтому много их с собой особо возить смысла нет. Ну, десяточек можно. Но опять же, надо понимать, в кого стрелять ББшками. А вот фугасы подойдут и к ватным танкам, и к бронированным, поскольку бронированные ББшками ты все равно не пробьешь. Но фугасами можно нанести хоть какой-то урон. И в целом, покатав сегодня на стриме на КВ-2, что я понял, что он слабее не стал. Урон такой же набивается высокий, как и набивался, процент побед высокий, но играть некомфортно. Но так и было, ничего не изменилось. Изменилось только то, что он не наносит ощутимый урон, куда попало в силуэт танкам, у которых есть хоть какая-то броня. Тем более бронированным. И это правильно. Ведь вы, когда играете на танке с броней, что вы хотите? Чтобы броня держала удар. И она это делает. Это правильное ощущение, правильный экспириенс от игры. Это все так и должно быть. Поэтому я никакого нерфа в КВ-2 не вижу. Вижу четкое улучшение игры. Поскольку, когда я играю на премтанке восьмого уровня и фармлю серебро, я не хочу, чтобы мне на тяжелом танке КВ-2 там плевал по 400, по 500, куда попало в силуэт, и все ломал мне в танке. Да, конечно, это не часто бывает, потому что пушка у него, да, кривая. Попадает он далеко не каждым выстрелом. Если я на бронированном танке, то я на бронированном танке. И пусть КВ-2 наносит мне мало урона. В честь чего он мне должен наносить много. Поэтому, если на КВ-2 у меня получается набивать такой же результат, и он не нагибает бронированные танки, куда попало в силуэт. Танки, у которых броня такая посредственная, немного есть, тоже от КВ-2 не сильно страдают. И только ватные танки получают по самое некуда. Так и должно быть. Это получился просто танк с большой альфой. Все. Это офигенное улучшение игры. Я никогда не любил фугасницы и не люблю. А вот танки с альфой, это своего рода отдельный геймплей в игре World of Tanks, в который можно научиться и в этом стиле нагибать в рандоме. А вот геймплей, который в силуэт большая альфа куда попало, такого геймплея не должно быть в игре. Это бред. Поскольку вы ничему не учитесь, вы ни во что не играете. Вы никак не стараетесь, не потеете, не развиваетесь в игре. И после этого приходите на высокий уровень, и вы там мусор. Потому что вы играете в геймплей мусора на низких левелах, очень много боев. А вот в геймплей большой альфы еще нужно научиться играть. И это намного интереснее, чем стрелять в силуэт куда попало. Потому что теперь на КВ-2 нужно думать куда стрелять, стараться выцеливать. И когда реально попадаешь, вылетает большая альфа, потому что заслужил. Поэтому мне эти изменения очень сильно понравились. Если бы мне нравился КВ-2, то я вполне бы на нем дальше продолжал набивать высокий результат. Просто я не люблю такие танки. Не любил его до переделки, не люблю его после. Но я умею в него играть. Я показал результат, я понял, что там изменилось, рассказал вам. И вы в комментариях можете написать свое мнение. Или написать прав я или нет. И по поводу того, что там на форуме люди по 100 страниц накалякали какого-то бреда про КВ-2, но при этом даже не играли на нем. Вот убили КВ-2. Да он такой и был. Вы на нем не играли что ли? Я играл. И вот опять поиграл. Мне понравилось. Этот стрим мне понравился. Потому что я в такой геймплей редко играю на 6 уровне. Мне было интересно. Но много в такое играть я не хочу. А на форум может зайти абсолютно любой человек, создать аккаунт и писать там 100 страниц, 200 страниц, миллион страниц. Можете там сидеть и писать дальше себе писюльки. А то, что КВ-2 умер, у многих людей из-за этого сгорит жопа, они не будут донатить в игру, у картошечки не будет денег и все ливнут из игры, в ней будет онлайн 0 человек. Это все бред. Лучше подумайте о том, сколько людей может вернуться, если такие адекватные решения будут продолжать внедряться в игру. Где всякие КВ-2 будут превращаться в те танки, которые не токсичны для окружающих. Но при этом играбельные, если на них играть. И это правильно. А по поводу того, что КВ-2 стал слабее, он просто стал не такой тупой, как раньше был. Но при этом играть на нем действительно неприятно. Он очень сложный и неприятный в управлении. Очень медленный, ватный, всегда горит. Он хрупкий и очень медлительный. Плюс орудие у него не опускается. На самом деле я бы немножко его апнул в плане удобства. Увенчиков чуть-чуть добавил бы. Может быть скорость поворота корпуса. Или башни. Буквально чуть-чуть. Но на самом деле он и в таком виде играбельный. Поэтому нытиком с форума привет. Продолжайте там на форуме писать писюльки. И говорить, что этот патч плохой, на мой взгляд, совершенно неправильно. Поскольку в нем, наконец-то, арта ощущается намного лучше, когда ты играешь против нее. Поскольку, наконец-то, понятно, что она стреляет. Откуда стреляет. Что она, в принципе, стрельнула. Еще осталось ей добавить осадный и походный режим. И будет вообще нормально. Поскольку эти ездящие табуретки, стреляющие на ходу попаданиями своими, такой себе. Еще бы вернуть старую точность. Карты сделать более играбельные и сбалансированные. Там, глядишь, и старички, которые бросили игру, возможно, бы и попробовали снова поиграть. С вами был Варчик. Горать красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok